Привет, мои дорогие! Очень рада видеть вас на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. И в этом видео я хочу с вами поговорить на тему, очень, на мой взгляд, важную. И действительно, среди своих пациентов я вижу проблему, связанную с зачатием, с ненаступлением беременности и прямую вот эту корреляцию между мозгом и сексом. То есть, как это происходит, что важно очень нам учитывать в этих моментах. И всегда мы должны с вами это проговаривать. Почему вижу прямую связь? Очень часто ко мне приходят пациенты и говорят такую вещь. Ольга Викторовна, здравствуйте! У меня есть проблемы, проблемы с мужем, причем проблемы действительно серьезные. Я вот не чувствую желания, я не хочу вступать с ним в интимные отношения, ну или там с партнером. Мы начинаем разбираться, то есть, действительно, в чем же проблема, почему такое происходит. И очень часто я как раз вижу вот эту взаимосвязь не только гормональную, что там гипер- или гиповыработка тех или иных гормонов, а именно взаимосвязь, связанная с проблемами, обидами, такая вот централизованная, так называемая, взаимосвязь с мозгом. И после этого действительно возникают проблемы. Проблемы с беременностью, проблемы с наступлением бесплодия и так далее. То есть, проблемы серьезные и очень требуют хорошей диагностики. И действительно, когда сейчас я все больше и больше общаюсь с психологами, именно учеными, то до сих пор исследуется человеческий мозг, потому что он очень сильно отличается от мозга животного. Когда, допустим, обезьяна, он там ищет себе партнера. Для чего? Для того, чтобы именно забеременеть. То есть, у животных этот механизм немножечко совсем другой. Животные размножаются только, когда вступают в половые отношения, только когда им надо забеременеть. То человек как раз практически единственное существо на Земле вступает в половые отношения, не только когда ему надо забеременеть, хотя на подкорке у каждого из нас это записано, это заложено, это очень важно. И всегда мы должны с вами обращать на это внимание. То есть, когда это заложено природой. И как только происходит какой-то небольшой сбой, допустим, поругались, обида, какие-то недосказанности, то здесь мы видим вот те проблемы, связанные с как раз-таки связью между подкоркой и самих половых отношений. Затем, если и мужчина, и женщина в состоянии находятся хронического стресса, то есть действительно серьезный стресс, действительно есть какие-то проблемы с этим связанные, тогда мы обязательно должны понимать, что сексуальное желание, сексуальное удовольствие под действием гормона стресса, кортизола, оно всегда снижено. Потому что и у мужчин, и у женщин за сексуальное желание отвечает главный гормон тестостерон. Почему у нас мужчины всегда больше хотят секса, половых каких-то отношений, потому что вот этот гормон тестостерон у них вырабатывается в наиболее больших количествах, чем у женщин. Соответственно, если долгое время вырабатывается гормон стресса кортизол, то, соответственно, действие тестостерона тормозится, и мы не получаем вот того желания, хотения вступить в половые отношения. Это действительно очень важно, и всегда нужно обращать на это ваше внимание. Но вообще, в целом, я всегда сравниваю и мужчину, и женщину. Как я уже говорила, что мужчине нужна конкретно там половые отношения, то женщине всегда важна любовь. Как у нас женщина готовится к свиданию? Она заранее собирается, там красится, одевается, у неё прекрасное настроение. То есть для женщины сами вот эти половые отношения, это не только конкретно вот сам процесс полового акта, а это вот начинается и свидание, и поцелуй, и подержаться за ручку. И женщина действительно видит вот отношение к этому мужчине. То есть женский мозг немножко по-другому срабатывает. И когда женщина идёт на свидание, я думаю, все это прекрасно видят. Бывает, даже идёшь куда-то, да, и видишь, там стоит красивая женщина сразу, говорит, на-ха, она, наверное, идёт на свидание. То есть у неё там бабочки в животе, она такая вот те самые ощущения получает от этого. То есть удовольствие, не сам вот конкретный процесс полового контакта, а то есть всё начинается заранее. Почему мы всегда говорим, когда мы планируем беременность, нужно всегда больше уделять время друг другу. То есть там путешествовать, съездить в отпуск, сходить в кино, сходить в кафе. То есть вот этот процесс начинается заранее. Выработка гормонов, которые нам необходимы. Вот, и это, конечно же, очень важно. Я всегда обращаю на это ваше внимание. И вот эти отличия действительно есть. И почему мы всегда должны говорить, всегда должны договариваться с нашим мозгом, особенно наш мозг закрыт на тему половых отношений. Почему? Потому что у нас с вами есть определённое воспитание, что вот это плохо, это нельзя, и вот это нельзя. И вроде бы наш мозг думает, а может быть, нам это можно попробовать, когда подсознание говорит, да ты что, ни в коем случае нельзя, это грязь, и это всё самое плохое. Поэтому вот здесь эти моменты мы должны с вами проговаривать, проговаривать с нашими вторыми половинками, безусловно договариваться и постараться всё-таки и женщинам больше ухаживать за мужчинами, и мужчинам больше ухаживать за женщинами, в целом ухаживать за отношениями, и тогда всё, безусловно, будет хорошо. Если у вас остались вопросы, если вы хотите поделиться своим мнением, пишите в комментариях, ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно встретимся. Всем пока!